В этом прекрасном дворике народный артист России Михаил Турецкий. Здравствуйте! Всем привет! Здравствуйте! Мы рады, так что вы наш гость, и вы не первый раз в нашей программе даете интервью. И главное, что вы каждый раз разные, но каждый раз одинаково узнаваемые. Знаете, вот не всех артистов можно узнать через год. Каждый раз разные, это приятно, да? Правда, правда? Я сам так чувствую, да. Если артист каждый раз одинаковый, то это... У него нет будущего. Артист должен меняться и так, да. Знаете, сегодня я поймала себя на мысли на концерте, когда вы ходите по сцене, вот как будто это ваш большой дом, вы ходите в домашних красивых тапочках, и так хозяйство, значит, вот это вот, вот это перенести надо сюда. Знаете, такой большой, добротный, уютный дом. Есть такое ощущение? Ну, вы знаете, я соединяю все в едино, исполнителя, публику, сцену. Я такой некий модератор. Я веду свои программы, веду свои шоу. Я и дирижер по своей основной профессии, дирижер симфонического оркестра, дирижер хора. Дирижер, он обычно спиной раньше стоял в публике, а тут я развернулся к людям. А я свою публику, своих поклонников, своих артистов веду быть вместе. Это очень важно, чтобы было соучастие определенное людей, которые в зале сидят, чтобы они участвовали в нашей песенной стихии. Дышали вместе. Чтобы дышали, очень правильно вы подметили. Один из самых важнейших принципов успеха артиста, если у него есть возможность, чтобы публика ему сотворчествовала, то есть соучаствовала в этом, так сказать, преступлении. Хорошее слово, сотворчество. Сотворчество. Я вот буквально сегодня прочла статью такого известного довольно Михаила Лобковского психолога о том, что, ну, это его мнение как специалиста, что все, институт брака приходит к своему завершению, он лопается, и вообще скоро этого всего не будет. Знаете, как говорит, ничего не будет, одно сплошное телевидение, да? Ну, это его субъективное же мнение. Вот, ваше мнение, какой вы дедушка, муж, отец. Для кого-то, я считаю, брак – это идеальная форма существования. Есть люди семейные, они не могут жить сами по себе. Им нужна какая-то компания, нужна половинка. Инь с янем, там, мужчина с женщиной. Самое дорогое в жизни настоящего мужчины, если он, конечно, такого человека встретил, – это женщина. То есть очень важно встретить своего человека, родственную душу. Не знаю, насколько всем это удается, я считаю, удается это, конечно, немногим. Вот, до конца найти своего человека. Поэтому кирзание, страдания, сомнения, развал института брака… В пятый раз. Те, кто встретил своего человека, я думаю, никогда не скажут, что брак, институт развалился. Это неудачники в брачной сфере. Да, согласен. По сути, человек – существо для семейного существования. Нет предела совершенству. И, вы знаете, вот если чувствуешь, что расставаясь, ищешь встречи вновь, значит, к вам пришла любовь. Значит, если ты говоришь, я хочу в отпуск поехать отдохнуть одна, хочу отдохнуть от мужа, это плохой знак. Да, согласен. Да, если хочешь с человеком расстаться, это не отдохнуть даже иногда. Некоторые говорят, ну, это ж нормально. Я считаю, это знак не очень хороший. Значит, это не до конца любовь. Ну, на 70-80% это тоже уже успех. Вам не надо отдыхать, у вас все время гастроли, вы всегда соскучиваетесь по родным людям. Ну, согласен с вами. Конечно, у нас есть другой перекос, я считаю. Это другой перегиб. Мы слишком мало бываем в кругу своей семьи. И там есть другие проблемы. Семья начинает научаться жить без артиста, без тебя. И когда ты вдруг приезжаешь, и начинаешь гнуть свою линию, и рассказывать, как надо жить, а уже научились жить без тебя, то тут есть проблемы, да. Нет, ну, если вы так дирижируете здесь, что я думаю, хотелось бы хоть раз посмотреть, как вы дирижируете дома. А вы знаете, нет, я считаю, дома, вот пусть там дирижирует женщина, матриархат. Ой, прекрасно. Там легче ей это оценить, понять, она дирижирует там, и пусть у нее это неплохо получается. Смотрите, ну, вот где нет границ, так это социальные сети. Я сложно к ним отношусь, если вы вообще хоть где-нибудь зарегистрированы, хоть одним глазом заглядываете туда, ведь это мнение, это какие-то споры, свары. Нет, ну, конечно, у нас, вы знаете, у нас есть хор турецкого. Инстаграм, ну, там, вот хор турецкого. Там мой портрет, но ведет, веду не я, но я все время слежу за этим. Поглядываете туда? Да, но ведет там у меня арт-директор, девушка, которая следит за всем этим. Ну, как вы относитесь, вот я до сих пор не могу привыкнуть, иногда меня даже слегка подташнивает и что-то болит, когда пишут что-то ужасное, они меня не знают, они там говорят, пусть идет дворы мести. На вас как-то действует критика? Вы знаете, вот, честно говоря, даже иногда хотелось бы больше критики, потому что нет чего оттолкнуться, все хвалят, 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 и нету перчинки даже в этом общении. То есть у вас вот так? Да, есть другая проблема. Я когда вот смотрю, что артиста, открываю иногда инстаграм какой-то знаменитой певицы, и такое ощущение, как будто все там проангажировано, как будто она сама этот сценарий пишет. А, да? Вы читаете эти вещи? Ну, я так смотрю, думаю, елки-палки, ну где же хоть и где это, кто, почему нету критики? Ну, иногда некоторые чистят свою страницу, я считаю. Вот чистить вообще нельзя. Я даже хочу, чтобы были разные мнения, потому что ты же не пряник, чтобы всем нравиться. Нет, ну есть же хамски-оскорбительное мнение. Просто есть люди, которые хотят плевать на голову. Мне кажется, что у нас такая сфера, вот мы ее заняли, все-таки с нами взаимодействуют люди интеллигентные. Мы редко интересуем каких-то людей неинтеллигентных, невоспитанных. Ну, мне кажется, все равно к нам приходят прошедшие какое-то хотя бы среднее или высшемузыкальное... Нет, среднее образование. Которые хотят сотворчествовать. Нет, понимаете, ну, врачи, учителя, юристы, домохозяйки. Это вот наша история. Музыканты, социальная сфера, люди, у которых есть какое-то образование и культура. И поэтому к нам в основном и на страничку люди, которые там выражаются уницизурно в простонародье, они там как туда... Вроде мы не их срез музыкальных пристрастий. Да, понятно. Вот я много читала каких-то интервью за разные годы о вас и о коллективе. Вот ваше личное мнение. Человек все равно придет и проживет свою жизнь, что ему предназначено? Или многие проживают не ту же жизнь? Вот вы же могли пойти в один институт, могли в другой. Все-таки это вы определяете люди, которые попадаются вам на дороге? Или как это происходит, по вашему мнению? Ну, знаете, наверное, судьба все-таки есть какая-то. Вот стечение обстоятельств. Почему человек рождается? Ведь все обстоятельства против рождения. Во-первых, родители могут не встретиться. Понимаете, что это уже уникально, когда ты рождаешься. И дальше как это все? А почему в это время? Почему в этой стране? Почему в этой семье? Ну, вот уже там что-то заложено. Уже многое от тебя не зависит. Родился ты в Демократической Республике Конгов. В 1936 году. Ну, шанс, что ты будешь жить красивой жизнью, или успешно, или получишь качественное образование, не очень высокий. Да. Или ты родился там в Швейцарии, в городе Женева, в семье, там, не знаю, в семье юриста. Давайте вас. Вот родились вы в Беларуси. Прекрасно. Я не родился в Беларуси. Я исторический уроженец. Мне это очень нравится. Я родился в Москве. Мама моя из Пуховича, Минская область. Отец из еврейского местечка Кличев, Могилевская область. Отец мой в 18 лет, еще до войны ему было 18, он прожил почти 100 лет. Я у него поздний ребенок. Мой отец уехал в 18 лет из Кличева в Москву учиться в педагогический техникум. Потом 4 года воевал. Закончил войну в Берлине. Был участник прорыва Ленинградской блокады. Он просто реальный фронтовик и мой ориентир такой жизненный. И я ему, когда ему было 95 на дне рождения, это был 2009 год, я ему сказал, папа, я тебе обещаю концерт в Берлине, песни Победы. Он сказал, тебе не дадут. И я говорю, смуглянка, Катюша, темная ночь. Но я говорю, я буду петь Катюшу на немецком, они в данном случае нам откроют свои объятия, поймут, что мы несем акцию мира в Берлин. Не трясти оружием будем, а наоборот, говорить о том, что мы сегодня партнеры с Германией, с Америкой в борьбе за... И что же? Вы знаете, у нас получился концерт в Берлине, а в этом году вообще у нас было 10 дней. Мы проехали 8 стран, дали 9 концертов, это была и Америка, и Франция. Вот с этими песнями? Песни Победы, да. А вы говорили, что вы посвящаете отцу? Да, обязательно. В интервью я говорил, но вы знаете, мне очень нравится, что к нам приходят... В Париже пришли французы, и мы им пели не только песни Победы, а песни, как мы их называем, песни Единства, Юнити Сонгс, песни, мировые такие хиты, которые понятны людям разных национальностей. И с этой программой мы проехали, мы были в Вене, опять второй раз уже в Берлине, в прошлом году был первый Берлин, в этом году второй, в километре от Рейхстага на Центральной площади. Мы были в Словении, мы были в Соединенных Штатах Америки, возле Статуи Свобода мы пели песни Победы, мы были в Генеральной Ассамблее ООН. Это уникальные вещи, которые сейчас произошли, это вот судьба. Как это произошло, никто не верил, что такое вообще может быть, как оно прорисовалось. Сказать, у каждого, конечно, своя линия. Мой отец говорил, что он везунчик, из ста человек, военная статистика, из ста человек, которые вышли на фронт в первый день войны, вернулись только трое. Вот это тоже судьба, что он вернулся, и судьба, что я родился. И прожил 95 лет. 90 почти, 97 лет. Потрясающе. У нас 22 июня был концерт в Бресте, вот это было поразительно. Я впервые был в Брестской крепости, и мы там в летнем аффинтеатре собрали, наверное, 8 тысяч человек и сделали огромный концерт. Это очень сильное чувство там, правда? Во-первых, впервые на Белорусском вокзале прозвучала песня «Вставая страна огромная», потом вот эта песня из кинофильма «Белорусский вокзал», там есть такая сцепка музыкальная, невероятная. И когда вот эта вся площадь поет, этот Брест, это мурашки по телу, это что-то невероятное. Спасибо вам большое, народный артист России. И вам большое. Очень приятно, да.